Москва, 4 мая, РИА Новости Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле «Орион» ориентировочно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры на международной экололунной станции «Лунар-орбитал-платформ» Гатяуай, сообщил РИА Новости Источник в ракетно-космической отрасли Москва и Вашингтон в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции «Деевспач» Гатяуай Недавно название проекта было изменено на «Лунар-орбитал-платформ» Гатяуай Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсоп к ней присоединят в 2024 году В середине апреля в Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, которые обсудили спецификации для будущего форпоста «Человечество возле Луны» В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля «Орион», который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции, рассказал собеседник Эту информацию РИА Новости подтвердил источник в ракетно-космической корпорации «Энергия» будущего производителя модуля По его словам, сейчас планируется четыре пилотируемых миссии на окололунную станцию Российский космонавт обязательно должен сопровождать модуль во время его транспортировки к Луне Помимо этого ведутся переговоры о включении еще одного российского космонавта в другой экипаж Но они находятся в самой начальной стадии, отметил он Собеседник агентства не уточнил возможные сроки полета второго космонавта Состоится он раньше или позже 2024 года В пресс-центре РКК «Энергия» пока не прокомментировали эту информацию Первые полеты экипажей на окололунную станцию предполагается осуществлять на американских космических кораблях «Орион», которые будут запускаться сверхтяжелыми ракетами СЛС Экипаж корабля для полетов к Луне может насчитывать до четырех человек В последующем, после создания лунной версии российского корабля «Федерация» Полеты российских экспедиций на Лунар-Орбитал-Платформ, ГАТИ-УАЙ будут осуществляться на отечественной технике Настоящее время участия России в проекте Лунар-Орбитал-Платформ, ГАТИ-УАЙ не до конца определено Ранее источник в ракетно-космической отрасли пояснил РИА Новости, что до сих пор нет утвержденной на уровне Роскосмоса или правительства программы своего участия в этом проекте Кроме того, США вынуждают Россию делать модуль для лунной станции по американским стандартам и использовать американские скафандры вместо российских Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль В 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса Ангара А5 и американская сверхтяжелая ракета СЛС Во втором случае он отправится к Лунар-Орбитал-платформ ГАТИ-УАЙ в связке с американским пилотируемым кораблем Орион Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования Он состоит из двух комнат, сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической, для размещения научного оборудования Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов и со шлюзового люка на поверхность станции Планируется, что Лунар-Орбитал-платформ ГАТИ-УАЙ будет посещаемой международными экипажами Они постоянно обитаемы, как сейчас НКС Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли На сегодняшний день около Луны побывали 26 человек, а выйти на ее поверхность удалось 12 из них И они члены экипажей американских миссий Аполлон Первым советским космонавтом, который должен был высадиться на поверхности Луны, должен был стать Алексей Леонов Первый человек, вышедший в открытый космос Он готовился к полету на Луну, но после успеха миссии Аполлон советская лунная программа была свернута